Рассказ о нашем путешествии по Испании мы решили начать с города Рондо. Рондо – небольшой город, известный у туристов со всего мира. Он входит в провинцию Малага. Мы посетили его на пути между Гранадой и Кадисом. Город расположен на высоте 723 метра над уровнем моря и нависает над крутым каньоном Эль-Тахо, который делит город на две части. Старую Южную, построенную главным образом в XIII веке, и Новую Северную, возникшую в XVIII веке. Название ущелья Эль-Тахо, скорее всего, происходит от испанского слова «сахар», которое означает «рубить». Действительно, земная кора в этом месте разрублена на части, которые люди соединили мостами. В 1997 году римляне сформировали на завоеванном Аберийском полуострове провинцию Бетика. Рондо стала одним из ее 29 городов. Но следы пребывания римлян по-прежнему можно найти в Ронде. Например, мост, который на некоторых картах обозначен как старый, в противоположность новому, на других называется римским мостом. Недалеко от места, где мы жили, обнаружилась смотровая площадка или Мирадор, Торе-дель-Преди-Каторио, что означает «хищная башня». В нее открывается великолепный вид на старый город и окружающие неровности рельефа. Если же пройти или проехать на север в сторону центра города, сразу же обнаруживаются следы пребывания здесь арабов или мавров или берберов, как по-разному обозначают тех, кто правил на этой территории с 713 по 1485 год. Это остатки, построенные арабами в XIII веке крепости. Медина была расположена на высоком скалистом холме, что способствовало ее обороне. С восточной стороны Медины сохранились высокие крепостные стены. Есть и другие следы арабского владычества. Это арабский мост. Ближе к северной части старого города, в Недине, сохранилось здание бывшего минорета, которое теперь называется «Альминар де Сан-Себастьян». Эта башня сначала служила миноретом одной из исчезнувших мечетей, а затем колокольней церкви Святого Себастьяна. Сразу за стенами старого арабского города видим церковь Святого Духа. Иглесия дель Эспириту Санто. Строительство этой церкви началось в 1485 году, то есть в тот же год, когда произошло завоевание города, так называемое реконкиста. Католические монархи приказали построить церковь, ее строительство закончилось 20 лет спустя. Далее на территории бывшей Недины, то есть арабского города или мусульманского города, еще несколько церквей. Поднимаясь в гору, видим красивую католическую церковь. Она называется «Сантуарио де Мария Акселлиадора». Заглядываем в одну из поперечных улочек и видим церковь высокой башни, мимо которой, конечно же, невозможно пройти. Это Иглесия де Санта Мария Ла Майор, Большая Церковь Святой Марии, которая была построена на месте главной мечети Недины. На этой же площади расположен монастырь. Однако въехали мы в Ронду с противоположной, с северной стороны. Эта большая по площади часть города начала строиться в 18-м столетии. Ронда для Испании не особо отличается. Считается, что именно в этом городе родилась испанская карьера. По преданию ее изобрел Франциско Ромеро, а его внук Петро Ромеро, он провел больше 6 тысяч боев и по преданию ни разу не был ранен. И он первым стал пешим сражаться с быком. Поэтому в Ронде существует музлей кориды и рядом с ареной, где и сейчас проводится корида, есть множество памятников как Ториадорам, так и Эрнесту Феменгуэю, который был большим поклонником кориды. И один из героев его романа «Сиекта» Петро носит такой имя в честь знаменитого Ториадора Петро Ромеро. Главный достопримечательный Ронды – это новый мост. Но вообще он не очень новый, потому что был построен еще в 18-м веке. Характерным было историей этой истории. Первый мост был построен в 1741 году, однако простоял всего 5 лет и обвалился под его развалином погибло 50 человек. После этого сразу же стали строить еще один самый новый мост и строили его уже 34 года, так чтобы он был основателем. Посреди мост первым был одноарочный, а нынешний мост – он трехарочный. И в посредине средней арте расположено помещение, которое долгие годы использовалось как тюрьма, из которой по преданию даже вот узников выбрасывали ущелья нахли. Теперь по мосту ходят туристы и для того, чтобы они не бросались с моста, мост отрастет решеткой. Субтитры создавал DimaTorzok